Сегодня мы посещаем музей, научно-природовический музей Национальной Академии Наук Украины на улице Богдана Хмельницкого, 15 И сегодня мы с Эдиком здесь около диорамы, интересной диорамы, такой каменноугольный период, по-моему Потому что мы видим здесь огромные деревья, которые росли в это время Эти деревья падали, и падали, и падали, потому что их не все животные и насекомые могли съесть Это было огромное деревья, здесь есть даже в музее огромное закаменевшее дерево Когда их собиралось очень много, они потом превращались через миллионы лет в уголь Поэтому этот период называется каменноугольный Превратился потом под землей все эти деревья в каменный уголь Деревья были огромные, десятки метров, и росли хвощи и папоротники Вот там вдалеке видны такие зеленые, маленькие, на самом деле очень огромные хвощи Эти хвощи были первые такие, которые захватили всю землю И папоротники достигали огромного размера в 50 метров высоты, как девятиэтажный дом и выше И в это время уже жили большие насекомые Насекомые размером с эдика Такие метр, полтора метра в ширину и в длину И они были бегающие по земле, и были летающие, мы их еще увидим Здесь есть в одном месте, показано такое насекомое Два насекомых из этого периода есть в экспозиции А вот видишь, наверху такие они похожи хвощи И папоротник похож на современные папоротники Тоже с такими же листиками Потому что когда они окаменели, потом эти листики закаменели в камнях И когда камень разламываешь пополам Раз, и внутри получается, как будто бы закаменело это растение Оно плющилось, вжалось в этот камень И на него получился отпечаток в камне растения Иногда в этих камнях отпечатываются животные Как вот это, например, животное Оно тоже лежало в камне, от него уже ничего не осталось Оно уже растворилось и спарилось А все равно от него остался отпечаток И получилось окаменевшее животное Видно даже его, вот это ихтиозавр У него видны и его конечности Или вот другие А здесь видны кусочки как раз камней из этого периода И там видны листики папоротников как раз Так что иногда в таких камнях сохраняются и остатки животных Так что для археологов и палеонтологов Представляет самую большую ценность Что-нибудь найти Такое чудо, окаменевшее в камне Так, а теперь идем смотреть других животных И следуем вместе за нами Продолжение следует...